Всем привет! Меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал. Если вы смотрите это видео, то вы, скорее всего, так же, как и я когда-то, планируете связать свою жизнь с авиацией. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом прохождения собеседования в авиакомпанию Аэрофлот. Кстати, это мое первое видео на YouTube, поэтому, возможно, я буду слишком много болтать. И для удобства я оставлю тайм-коды в описании. На самом деле, таких видео достаточно много, но структура собеседования, как и какие-то требования к бортпроводникам, постоянно меняются, поэтому, надеюсь, это видео будет полезным для вас. Давайте сказать, вакансию бортпроводника я начала в сентябре 2021 года, то есть в сентябре этого года. И Аэрофлот это была не первая авиакомпания, на собеседовании которой я побывала. Я также прошла собеседование в авиакомпанию UTR, но об этом я расскажу как-нибудь в другом видео. Так вот, вернемся к Аэрофлоту. Для того, чтобы пройти собеседование в авиакомпанию Аэрофлот, вам необходимо заполнить анкету у них на сайте. Я так и забивала в поисковике вакансии Аэрофлот, и уже переходила к ним на сайт и заполняла там анкету. Эта анкета совсем простая, вам там нужно просто написать о себе, то есть ваше фио, образование, возраст, добавить фотографию. Я добавляла фотографию в полный рост, но это не является обязательным требованием при заполнении этой анкеты. Так что не думаю, что стоит откладывать заполнение анкеты, если у вас отсутствует фотография в полный рост. Выберите ту фотографию, которая, по вашему мнению, подходит. Я не буду подробно останавливаться на заполнении данной анкеты, скажу только про английский язык. Когда я заполняла данную анкету, у меня был достаточно большой перерыв в изучении английского, 7 месяцев, поэтому я не расценивала свой уровень как какой-то очень высокий. И я написала тот уровень, который я считала у меня тогда был. Я написала при intermediate, это ниже среднего. Я нигде свой уровень не проверяла, просто написала так, как думаю. После того, как я заполнила анкету, примерно через два дня мне на почту пришло письмо с приглашением на первый этап прохождения собеседования. Я это письмо не сразу увидела, поскольку я ждала звонка, так что не забывайте проверять почту. В этом письме мне было предложено выбрать наиболее удобную для меня дату собеседования. Я выбрала середину следующей недели для того, чтобы подготовиться. Я так и не готовилась. И отправила им ответное письмо с датой выбранной. И там, по-моему, надо было еще написать фамилию, имя, отчество. Затем мне снова пришло письмо, где подробно по полочкам было разложено то, как зайти в приложение, как его скачать. То есть с этим не возникает никаких вопросов и трудностей. Там все очень подробно распишут. Также в этом письме написано то, как вы должны выглядеть на данном собеседовании, поскольку ваша камера должна обязательно работать. То есть вас должно быть видно, несмотря на то, что вы в онлайне. Вот, наступил день X, день собеседования. Я зашла в эту конференцию. Там было примерно человек 20, может быть. Там нас распределили по 5 человек, и каждую группу попросили зайти в определенное время. Когда я зашла в определенное время, нашу группу предупредили о том, что сейчас нам зададут либо один вопрос на всех, либо, например, могут остановить какого-то человека и другому уже другой вопрос задать. Вопросы могут быть какие угодно. То есть вы не сможете где-то найти список определенных вопросов, которые будут, и выучить ответы на них. Здесь не столь важно, что именно вы скажете. Здесь важно то, как вы умеете общаться, как вы умеете разговаривать и вести диалог, как быстро вы реагируете. То есть ваш ответ по смыслу должен подходить, но он не обязательно должен быть правдой. Например, у нашей группы был вопрос, какую самую дорогую вещь в жизни мы приобретали. И, если честно, я вообще сначала не поняла вопроса, но, слава богу, я отвечала четвертой, и по ответам других девочек я сообразила, что был за вопрос. Конечно же, в этот момент я забыла все вещи, что я когда-нибудь вообще приобретала. Поэтому я так, недолго думая, выполнила то, что я была студентом, и что дорогих вещей у меня нет. После вашего ответа на какой-то конкретный вопрос вам могут задать и другие вопросы, уже исходя из вашего ответа. Например, в нашей группе те, кто называл какие-то вещи, их могли спросить о том, какого цвета эта вещь, когда ее приобретали. Меня спросили о том, какую дорогую вещь я бы хотела приобрести в будущем. После того, как мы все ответили на вопрос, и вопрос в нашей группе все-таки был один на всю группу, но потом девочки говорили, что у них было такое, что вопросы были разные. После этого нам сказали на английском, что-то типа «до свидания», и нависла такая небольшая пауза и тишина, что я так резко на нервах выкручила эту конференцию, вышла оттуда. И потом сидела и думала, блин, а если там говорили что-то очень важное, а я вышла. Но все хорошо. Мне на почту где-то через два дня пришло письмо о том, что я успешно прошла первый этап собеседования, и что меня приглашают уже на очное собеседование. Также в этом письме было предложено выбрать удобную для меня дату. Сказано, что надеть, и опять подробно написано, как, куда доехать. Это очень удобно, потому что вам не нужно будет искать в телефоне, на каком автобусе доехать до офиса. Это очень здорово, что они так делают. Тот день, когда у меня было очное собеседование, было для меня целым приключением. В том письме, которое мне пришло на почту, было сказано о том, что на собеседование необходимо приехать в юбки, желательно в юбке карандаш. Ну, юбки карандаш у меня не было, но у меня была короткая юбка, а на улице была прям такая уже осень, левый дождь, и я в таком огромном пуховике и в короткой юбке поехала на другой конец города три часа в дороге на это собеседование, бежала там под этим дождем, опаздывала. Это было, конечно, ужасно. Ну, хорошо, что я успела все-таки вовремя. Ну, а когда я пришла в сам офис, там было на собеседовании уже человек двадцать, там были абсолютно разные девчонки, кто-то уже работал борт-клеником до этого, кто-то только закончил школу, а кто-то вот закончил университет, как я. То есть девочки были разного возраста, все общительные, классные, уже опять же с красной помадой, вот в этих вот юбках карандаша. Я чувствовала себя снова неловко в этой своей коротенькой юбке без помады. Но, думаю, нечего. А потом нас встретили на первом этаже и проводили уже в кабинет, где, собственно, проходило собеседование. Там нам выдали бейджики с номерами. И когда выдавали бейджики, спрашивали еще, например, диплом, да, об образовании, спрашивали, какой рост или есть ли татуировки. Кстати, тем, у кого были татуировки, советовали не проходить дальше собеседование, а все-таки сначала сходить свести татуировку, потому что потом, когда вы будете проходить флэг, татуировку, это будет, скорее всего, видно. Есть вероятность, что вы этот флэг не пройдете. Если у вас татуировка на видных местах. Далее нас пригласили сесть за компьютер и написать тест. У каждого тест был свой. И мне попался для меня достаточно сложный вариант. Сложный он был для меня потому, что там была незнакомая мне лексика. Этот тест состоял из таких двух частей. Первая часть — это текст. И этот текст занимает большую часть времени. И там внизу слова. Их надо вставить в пропуски. Мне этот текст вызвал трудность, потому что мне достался текст про московское метро, про который я на тот момент на русском языке не знала, не то чтобы на английском. Но я, кстати, этот тест написала на 7 из 10. Я считаю, что это хороший результат для меня. Я написала его за счет того, что я знала правила. То есть, например, если перед пропуском стоял определенный артикль, то я знала, что вот здесь, например, может быть слово в превосходной степени. И так я, в принципе, расставила. Либо где-то можно было поставить по логике. То есть я бы не сказала, что этот сам тест прям какой-то очень трудный. А далее нас фотографировали. Как я уже говорила ранее, у меня не было красной помады. Ну и я спросила красную помаду у девочки, с которой познакомилась там. У меня опять была смешная ситуация. Нас фотографировали в пилотках. И нужно было обязательно улыбаться. А у тебя уже нет в этот момент такого уж прям рьяного желания улыбаться. И я стою, улыбаюсь, и у меня трясется рот. И это было очень неловко, глупо и смешно. После этого, после того, как нас фотографировали, к нам пришел мужчина, который рассказывал нам о данной авиакомпании. У него еще какие-то вопросы, связанные с данной авиакомпанией. Но я на эти вопросы ответа не знала. Хотя я почитала, кстати, перед тем, как прийти на собеседование о ней. Но, конечно же, все так быстро, я не могла запомнить. Но это тоже было не совсем обязательно. Конечно, если вы активны, отвечать на этот вопрос, на вас обратят внимание. Потому что этот человек потом будет в комиссии также сидеть. И, возможно, это будет вашим плюсом. Но вы можете просто послушать его рассказ. Конечно же, его запомнить. И задать ему свои какие-то интересующие вопросы. Касаемо работы. И это тоже будет плюсом. Ведь вы интересуетесь данной профессией. Также активны во время беседы. Умейте вести диалог и спросить не боитесь. Что мне понравилось, когда этот мужчина рассказывал нам про авиакомпанию. Это то, что он не рисовал нам какой-то мир мечты. Не рисовал нам каких-то розовых облаков. А рассказывал про то, что это серьезная работа. Не думайте о том, что вы придете работать борпроводником. И вся ваша жизнь это будет путешествие. Все будет так легко и просто. Конечно же, нет. Это очень серьезная профессия. Которая требует от вас большого труда. После этого рассказа нас уже позвали на собеседование по одному. Сначала приглашали тех, кто уже работал борпроводником. Их спрашивали вопросы, касающиеся самой профессии. Нас, конечно же, такое не спрашивали. Понятно, мы такое не знаем. Потом некоторых девочек, кто плохо написали тест, например, просили рассказать на английском о себе. И давали им второй шанс, так сказать, исправиться. Поэтому не переживайте, если плохо написали тест. Это не значит, что все, мир перевернулся. Всякое бывает. Все мы люди. Все все понимают. Когда пришла я, со мной очень быстро поговорили. Перед тем, как мы заходили все в этот кабинет, нас предупреждали о том, что не стоит крутиться на стуле. Потому что это иногда раздражает, да, это кручение. Я про это вообще забыла. Я вошла. Я была настолько уже уставшая. И это сыграло мне на руку, потому что я вообще не волновалась. Я забыла про то, что я на этом стуле крутящемся. И я вообще не видела, даже сколько там людей в комиссии. Отвечала на вопросы очень легко, без нервов. Меня просто попросили рассказать о себе. Спросили, почему я хочу быть бортпроводником. И почему я выбрала данную авиакомпанию. Я легко на эти вопросы ответила, поскольку я как-то в голове уже для себя ответы на эти вопросы знала. И проговаривала до этого. И я ответила максимально честно. После этого мне сказали, что вопросов нет. Нам в этот день никому не говорили о результате собеседования. А говорили про то, что в течение недели нам придет результат. И когда я вышла, девочки сказали мне, ой, почему тебя так быстро спросили, почему так быстро. Ну и я как-то вышла из этого кабинета и не стала переживать об этом. Просто подумала, дождусь уже, когда придут результаты собеседования. И дальше мой день приключений не закончился. Я вышла из этого кабинета, заблудилась, заблудилась в этом офисе. Поскольку, когда мы поднимались туда, я думала о собеседовании, о тесте про английский язык. И я вообще не видела дорогу, по которой мы жили. И когда я выходила, я заблудилась в этом коридоре. Слава богу, видела еще мальчика, который тоже проходил эту собеседованию. Пошла за ним. Я вышла на первый этаж. И потом уже, когда я вышла из самого офиса и поехала домой, я там стояла на остановке и ждала маршрутку, которая очень долго ехала. И там была, не знаю, только какая-то вахта. Но, в общем, там было человек 20 мужчин на этой остановке. И я в мини-юбке, в буховике, с красной помадой стою, жду маршрутку на остановке. Это был кошмар. Потом я еще стоя ехала в этой маршрутке. И три часа снова пилила до дома. В общем, я пришла домой безумно уставшая, но счастливая. Потому что у меня был такой насыщенный, разнообразный день. И, в принципе, потому что само собеседование мне понравилось. Не считая вот этой вот дороги и усталости. Это все, что я вам хотела сказать о моем собеседовании в авиакомпании Аэрофлот. Наверное, на этом видео уже стало темно, потому что я очень долго перезаписываю все. И уже на улице достаточно так стемнело. Но было важно мне дорассказать уже до конца. Также будет видео про то, как я проходила в ЛЭК. Кстати, я этот ЛЭК так и не прошла. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить данное видео и не допустить таких же ошибок, которые я допускала. И большое спасибо за просмотр, конечно же.